Остеопатия – что это такое простыми словами, что лечит? Если исходить из происхождения слова, то в нем слились две основы греческого происхождения – остеокость, патус, болезнь. При этом не следует понимать слово «кость» буквально, поскольку остеопат работает со всей структурой организма, включая костную и мышечную. Поэтому определить понятие остеопатия можно как систему лечения, относящуюся к разделам альтернативной медицины. Ортодоксальные врачи говорят о ней как о такой, под которую не подведено научное обоснование. А что утверждают теоретики учения об остеопатии? Появившиеся во второй половине XIX века учения, основоположником которого стал американский врач-хирург Эндрю Тейлор Стилл, опиралась на то, что все органы и мышечно-скелетная структура органически связаны между собой. И именно эта связь является решающей для полноценной работы нашего организма. Кроме того, научная медицина также использует понятие остеопатия, именуя так некоторые костные заболевания, носящие дистрофический или диспластический характер. Основной целью остеопатии является достижение улучшения кровообращения, других биомеханических процессов в организме путем воздействия на мышцы и связки. При этом врачи-остеопаты не затрагивают кости и не используют лекарственные препараты. Это дает возможность говорить об остеопатии как об относительно безопасном методе лечения. Какие существуют виды остеопатии? Наиболее общим видом остеопатии можно считать сакральную, направленную на восстановление полного равновесия всего организма. Энергетическая разновидность остеопатии сочетает в себе классические методики и традиционную китайскую медицину. Биодинамическая остеопатия направлена на развитие чувствительности рук остеопата для различия и коррекции электромагнитных характеристик человеческого тела. Это позволяет им работать в направлении саморегуляции организма. В понятие краниальной или краниесакральной остеопатии входят приемы, которые используются при работе с черепными костями. В видении структуральной остеопатии спинные или суставные боли, различные нарушения осанки, плоскоступие, сколиозы, словом, все, что связано с нашим скелетом и в первую очередь позвоночником. Для висцеральной остеопатии характерны методики, направленные на снятие спазмов в органах пищеварения и мочи половой системы, регулируя при этом их подвижность. Эстетическая остеопатия является своего рода производной от краниальной, когда врач посредством работы с черепными костями восстанавливает одновременно мышечный тонус и структуру кожных покровов лица. Провокационная остеопатия представляет собой направленное раздражение рецепторов какого-либо органа или системы с целью получения ответной реакции. В последнее время осваивается метод резонансной остеопатии, позволяющий лечить человека, который находится на расстоянии. Какие болезни лечит врач-остеопат? К остеопату обычно обращаются при таких заболеваниях, при нарушениях опорно-двигательного аппарата, нарушения осанки, в т.ч. и в периоде беременности, артрозы, неинфекционные артриты, заболевания суставов, потери подвижности или блокада, которые могут быть полными или частичными, синдром питочной шпоры, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, боли в различных областях позвоночника, последствия хирургических операций, сколиоз, травмы мягких тканей, остеохондроз, потеря подвижности, полная или частичная, наступившая после травмирования, разрывы, вывихи и растяжения, спайки, ушибы, переломы и т.д. в случае нарушения системы пищеварения. Синдром раздражанного кишечника, тонкая и толстая кишка, запоры или поносы, наличие послеродовых спайк или возникших в результате аднексита. Предменструальные боли, синдром и проблемы с менструальным циклом, гипертонус матки или нарушение ее подвижности и положения, угроза выкидыша или бесплодие, отеки при беременности, токсикоз, боли в области спины, подготовка костей и таза к родам, простатит, боли в тестикулах, при заболеваниях органов дыхания, бронхиальная астма, последствия, возникшие в результате таких перенесенных заболеваний, как плеврит или пневмоторакс. Хронический бронхит, гайморит или ренит, заболевания зубов и челюстей, нарушения, связанные с височно-нижнечелюстным суставом. Бруксизм, нарушения окклюзии, с которыми связаны также состояние осанки и походка. Локомоторные и воскулярные нарушения при диабете или менопаузе. Наличие эссенциальных гипертонии, гиперогипотириоза, гиперпролактинемического синдрома. Проблемы, связанные с выделительной системой, хронический цистит, почечный литиаз, инурез, состояние первичной почечной недостаточности, нефроптез или опущение мочевого пузыря. Головные боли, головокружение, нарушения центральной нервной системы, имеющиеся черепно-мозговые травмы, поражения их последствия. Спастичность, нарушения, связанные с чувствительностью. Синдромы канала Гюйона-Рейно, заднего большеверцового или серединного нервов, лестничной мышцы. Нарушения моторики, астения, различные грыжи, повреждения дисков, радикулиты. Преимущество остяпоте и четкость и точность диагностических методов. Врач-остеопат обращает внимание не столько на больной орган, сколько на имеющиеся функциональные отклонения и обнаруживает реальную причину боли, а не место, где проявляются последствия. Техника остеопатического лечения безболезненная. Обнаружение истинной причины болевых ощущений приводит не просто к облегчению самочувствия, а к эффективному лечению. Благодаря остеопатическим методам сокращается количество лекарственных препаратов, которые приходится принимать для облегчения состояния. Остеопатическое лечение осуществляется на точном знании таких разделов медицины, как физиология, анатомия, гистология, биохимические процессы. Метод официально признан в России с 2003 года, а с 2012 Минздравом утверждена специальность врача-остеопата. Процедура безболезненная, может ощущаться только легкий дискомфорт, о котором врачи обязательно предупреждают. После может появиться небольшая боль или ощущение усталости, что считается здоровой реакцией на терапию. Противопоказания для остеопатического лечения Метод остеопатии практически не имеет абсолютных противопоказаний. К таковым без исключений можно отнести разве что не отложные критические состояния, при которых оказывается ургентная помощь. Все остальные носят относительный временный характер. Такими противопоказаниями являются сложные открытые переломы и травмы, заболевания остеопорозом, наличие новообразования и злокачественного характера, хронические инфекции в стадии обострения, психические расстройства в острой форме. Как лечит остеопатия? В этом и состоит основной принцип остеопатического лечения. Организм человека является единой цельной системы, в которой все составляющие взаимосвязаны. И поэтому воздействие происходит на весь организм в комплексе, а конечной целью является ликвидация первопричины болезни. Отдельным положительным моментом является эффективность остеопатии в том числе и в стадии субклиники. Таким образом основополагающим в остеопатических методах лечения является грамотность диагностического подхода и мягкость лечебных техник, в отличие от силового манипулирования. Направленность остеопатического лечения на восстановление организма, его саморегуляцию и адаптацию. В диагностике применяются методы осмотра функциональных пропальпаций, при которой врач воздействует руками на ткани и мышцы, суставы, внутренние органы. Его задача – обнаружить причину, по которой развивается заболевание, а не борьба с последствиями. Если смещен какой-либо орган, что приводит к болям в спине, то остеопат возвращает его в правильное положение, когда наступает эффект от остеопатии. Как показывает практика, первые сдвиги в лучшую сторону при лечении у настоящего профессионала наблюдаются практически после двух-трех сеансов. А в отдельных случаях могут проявиться и после первого же визита к врачу. Но положительный эффект еще не означает полного исцеления от болезни. Он наступает только после того, как закончен полный курс лечения. Невозможно быстро исцелить болезнь, которая копилась годами. Как часто нужно посещать остеопата? Оптимальное время между сеансами – 1-2 недели. Время для перерыва дается с той целью, чтобы организм успел восстановиться и сбалансироваться. Во время между сеансами, когда курс лечения продолжается, необходимо исключить физические нагрузки, спортивные занятия, физкультурные упражнения. Что нельзя делать после приема остеопата? Врачи рекомендуют по окончании сеанса не уходить сразу, а еще некоторое время оставаться в клинике, просто посидеть в коридоре, чтобы понять свои ощущения. И если ощущается головокружение, мышечные спазмы и так далее, сразу сообщить об этом врачу. После сеанса остеопатии в обязательном порядке необходим отдых. Поэтому как минимум на протяжении суток запрещены поднятия тяжестей, занятия спортом, посещение бассейна, любые резкие и порывистые движения, в том числе быстрые вставания. Организм не должен переохлаждаться или перегреваться. Не рекомендуется садиться за руль сразу после сеанса остеопатии. Не менее месяца следует соблюдать щадящий режим и избегать физических и ударных нагрузок, полностью исключить занятия видами спорта, в которых возможны травмы, конки, лыжи, велосипед, сноуборд и так далее. Запрещен любой массаж, если он не согласован с врачом-остеопатом. Это же касается и аппаратных процедур. Нельзя пренебрегать упражнениями, которые назначит врач, они закрепят положительные эффекты, укрепят мышечный корсет. Что взять с собой на прием к остеопату? В списке необходимых для приема остеопата вещей только самые необходимые паспорты и медицинская карта с выписками о результатах всех обследований, которые вы проходили. Если вы ведете на сеанс ребенка, захватите его свидетельство о рождении и любимую игрушку. Надеть лучше всего легкую обтягивающую одежду, футболку, майку, тупик, трика, можно взять с собой купальник или плавки, так вам будет. Наиболее удобно принять то положение, которое необходимо для правильной работы врача. А вот юбку или плотные джинсы надевать не стоит, они как и бюстгальтер или ремень, только помешают врачу. Триггерные точки в остеопатии Дословный перевод слова «триггер» с английского «пусковой механизм». Именно таким механизмом, запускающим боль, и является триггерная точка. Она представляет собой незначительный очаг напряжения, который сосредоточен в мышце и способен активизироваться при определенных условиях. Триггерные точки в остеопатии являются главным симптомом, характеризующим боли в мышцах, называемый миофасциальным синдромом и отличающий его от других заболеваний, таких как грыжа, диско, остеохондроз или протрузия. Насколько сильной будет эта боль, связана с количеством образовавшихся триггерных точек от местоположения в теле самой больной мышцы. Есть еще несколько общепринятых понятий и симптомов, связанных с триггерными точками. К примеру, зона отраженной боли – это место болевых ощущений, находящихся на определенном расстоянии от триггера. Другой важный симптом – слабая мышца. Отсутствие мышечных тренировок, различные заболевания приводят к ослаблению той или иной мышцы, которая перестает участвовать в работе всего организма. В триггерные точки происходит чередование здоровых мышечных волокон и пораженных спазмами. Триггер делает пучок волокон более плотным и натянутым, за счет чего он начинает натягивать места крепления самой мышцы. Именно в них и возникают болевые ощущения. Так и возникает зона отраженной боли не в самой триггерной точке, а в месте крепления мышцы. Кроме того, стягивая места, где крепится мышца, триггерная точка не только способствует укорочению самой мышцы, но и ее ослаблению. Наглядным примером может служить человек, которого мучают боли в спине, возникшие в мышечном корсете, который окружает позвоночник. Триггерные точки укорачивают мышцы, заставляя сам позвоночник сгибаться. Обычно при возникновении триггерных точек вблизи них проявляются вегетативные нарушения сухости или шелушения кожи, появление пигментных пятен или покраснений, сосудистых звездочек, отеков и т.д. Почему появляются триггерные точки? Наши мышцы представляют собой клетки, которые сокращаются, когда к ним поступает нервный импульс и расслабляется, когда он выключается. Если же движения импульса становятся хаотичными, такими же нерегулируемыми становятся и сокращения тканей мышц. Чем дольше длится подобное состояние, тем большее количество клеток мышц задействуется в таких непроизвольных сокращениях. В совокупности они приводят к образованию триггерной точки. Другими словами, триггерная точка возникает в результате деформации мышечных клеток и нарушения их нормальной работы. Почему возникает боль в триггерной точке? Причинами по которым активируются триггерные точки, приводя к возникновению болевых симптомов, могут выступать физическая перегрузка, чрезмерное переохлаждение, при котором мышцы усиленно сжимаются, давая импульс триггерной точки, психологический стресс, интоксикация, употребление алкоголя, курение, чрезмерный прием лекарственных препаратов, вирусы и т.д., давление на нее. Какие бывают триггерные точки в остеопатии? Активная, весьма чувствительная, не дает растянуться мышце полностью, отраженная боль может проявляться как в состоянии покоя, так и при движениях. Латентная боль проявляется исключительно во время пальпации. Первичная проявляется после механического напряжения мышцы и латентно при активизации триггерной точки в другом месте. Вторичная проявляется, если мышца берет на себя функцию той, в которой находится первичная триггерная точка. Сателлитная активизируется в отраженной зоне. Ассоциативная возникает, если мышцы перегружены в ходе компенсирования недостатка активности другой мышцы. Как узнать, где находятся триггерные точки? Чтобы узнать местоположение триггерной точки, врач остеопат проводит мышечное тестирование для обнаружения ослабленной мышцы. Затем проводится анализ позы пациента, в ходе которого оценивается степень отклонения от нормы всех частей тела. Именно по этому критерию врач определяет, где именно локализуются триггерные точки. Подобный анализ проводится и в движении. По совокупности всех показателей врач диагностирует все триггерные точки, включая скрытые. Таким образом, к методам диагностики триггерных точек относятся опрос, визуальная диагностика, осмотр в спокойном положении, кинезиологическая диагностика, осмотр в движении, мышечно-неврологическое тестирование, пальпация для выявления точечного эпицентра. Мышечные цепи в остеопоте Мышечные или миофасциальные цепи представляют собой мышцы, объединенные с помощью единого фасциального лужа, который имеет линейное расположение. Цепи объединены также единой задачей динамического либо статического характера. В их составе помимо мышц сухожилия, фасций, связки и переост. Когда на одной из частей мышечной цепи производится действие, оно отражается на других группах, что дает возможность рассматривать их в качестве единой мышцы. Любое действие мышцы происходит внутри фасциального окружения и вместе они являются единым мышечно-фасциальным футилляром. Мышечная цепь по сути представляет собой линию, вдоль которой один участок мышц передает напряжение другому. И любое изменение длины этой цепи приводит к тому, что в работу включается все миофасциальное единство. В остеопатии используются фасциальные техники, которые воздействуют на ткани. Остеопат проводит рукой по направлению повреждения, двигаясь в сторону свободного движения. Комбинированный метод заключается в движении непосредственно к месту напряжения фасции, а в непрямом направлении – к ослаблению. Таким образом фасция вынуждена перестраиваться, что приводит в результате к ее расслаблению. Такое сочетание и позволяет прорабатывать всю мышечную цепь. Полезная статья о здоровье Субтитры создавал DimaTorzok